Здравствуйте! В прямом эфире программа в центре внимания, студия Елена Штынникова. Уже практически 80% приморцев перешли на цифровое вещание. И сегодня мы обсудим со специалистом в прямом эфире, что нам даст переход на цифровое вещание, на новые стандарты. Как к нему подключиться и как настроиться. Сегодня мы это обсудим. Итак, у нас в гостях Евгений Пономарёв, руководитель Центра поддержки Приморского филиала Российской телерадио-сети. Здравствуйте! Здравствуйте! Хочу напомнить телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. И наш телефон 220-92-96. И звоните, и задавайте свои вопросы. Если вы ещё не знаете, как подключиться к новым каналам, новым стандарте, вот сейчас как раз Евгений нам и расскажет. Вот объясните, для начала вообще, вот про цифровое вещание, кому оно сегодня доступно и как на самом деле настроиться на новые 10 бесплатных каналов? Цифровое эфирное вещание в настоящее время доступно более чем 96% жителей Приморского края. Даже уже не 80, да? Уже 96. С каждым днём цифра растёт. Да нет, на самом деле эта цифра, она у нас актуальна года, наверное, с 12-го. То есть с тех пор, ну да, она растёт, но не так сильно, как хотелось бы. Она вырастет значительно сильнее к 15-му году, когда будут запущены ещё несколько объектов цифрового вещания. Это находка, лозо преображения, Фокина и мыса Стафьева под находкой. Запуск этих объектов позволит увеличить охват населения ещё на 2% пункта и составит в целом 98,3% всех жителей Приморья. Вы говорите, 96% цифровое вещание доступно, но вот насколько я знаю, что мало кто из моих знакомых сегодня получает этот новый стандарт вещания. Наверное, проблема в том, что вот как к нему подключиться? Вот расскажите, мы для этого вас сегодня и пригласили. На самом деле всё просто. В настоящее время вещание уже ведётся цифровое и эфирное, и принимать его может, ну как я уже сказал, абсолютное большинство жителей Приморья, ну и России в целом. Для этого необходимо иметь телевизор или приставку с поддержкой нового стандарта вещания, новый стандарт называется DVB-T2, и дециметровую антенну, комнатную или наружную. При наличии этих двух устройств, приставка либо телевизор и антенна, приём цифры возможен в большинстве населённых пунктов Приморья. Евгений, скажите, как понять, мой телевизор имеет вот этот вот новый стандарт, как вы говорите, DVB-T2? Для этого можно ориентироваться на дату его выпуска, приобретения вашего телевизора. Если вы его приобретали позже 2012 года, и он сам выпущен, естественно, позже 2012 года, то есть 2013, 2014 и так далее, то, скорее всего, в нём уже будет тюнер нового стандарта DVB-T2. Если же вы покупали телевизор ранее, то есть это 2011 год, 2009 и так далее, либо у вас телевизор вообще кинескопный, это с гарантией 99% будет означать, что в вашем телевизоре нет тюнера стандарта DVB-T2. И такой телевизор принимать нашу цифру просто не сможет. Для более точного, чтобы убедиться окончательно, достаточно проверить стандарт телевещания в паспорте к телевизору. Обычно там есть раздел, который называется «Технические характеристики». Зайдя в него, можно найти там аббревиатуру либо DVB-T, либо DVB-T2. Если вы обнаруживаете там аббревиатуру DVB-T2, вопрос решён. А скажите, аббревиатура DVB-T2, с какого она года получается, чтобы был телевизор? Я уже сказал, с 2012 года и позднее. А вот на новые телевизоры, они все имеют вот этот вот встроенный тюнер вот этого нового стандарта или нет? Не все. Не все. Мы, смотрите, на что мы ориентируемся. Если мы берём, приходим, скажем так, в магазин, в цифровой супермаркет, который торгует бытовой техникой, мы должны понимать, что, несмотря на то, что телевизоры стоят в данный момент, находятся в продаже, они не обязательно выпущены в 2012 году и позднее. Вполне возможно, что модель до сих пор не реализована более раннего года. Соответственно, необходимо это просто проверить. Попросить продавца, чтобы он сказал однозначно, есть ли там поддержка нового стандарта. Если поддержка есть, вопрос решён. Проверить это можно также в интернете. При выборе телевизора, кстати, рекомендую заранее ознакомиться с отзывами на него и посмотреть технические параметры. Скажите, обязательно просить надо паспорт у продавца? А вот сзади ещё бывает, на телевизоре пишут. Там есть как раз вот эта техническая характеристика? Сзади это обычно не пишут. Сзади обычно пишут на модель, ревизия, аппаратный номер и так далее. То есть обычно стандартов таких не пишут. Получается, все новые телевизоры с 2012 года, если есть встроенный тюнер, я так поняла, с DVB-T2, главная цифра 2, чтобы ещё была. Ну, обязательно. Тогда он сразу будет брать вот эти новые каналы нового стандарта? Вообще да. Но есть нюансы. Дело в том, что несмотря на то, что телевизор порой формально поддерживает стандарт DVB-T2, то есть на нём это написано, да, в спецификации, в паспорте, в инструкции. Но, тем не менее, он либо принимает не все каналы из состава текущих мультиплексов, либо вообще не принимает первый мультиплекс. Причина заключается в том, что отсутствует поддержка режима мульти-ПЛП, так называемый. Этот режим отвечает за многопоточный приём вещания. И если этого режима нет, то телевизор даже с поддержкой DVB-T2 вполне может не показать, не принять и не показать вам каналы первого мультиплекса. Такие случаи были, и их довольно много. Особенно остро эта проблема встала в конце августа, начале сентября, когда прошёл переход. Многие люди поменяли оборудование. И у многих людей как раз на руках оказалось оборудование стандарта DVB-T2, которое было выпущено в 2012-2013 годах. Вот в те годы как раз эта поддержка мало где была, поддержка этого режима, мультиплп. Соответственно, люди столкнулись с тем, что либо они вместо 10 каналов ловят 8 каналов, 2 канала, 1 канал, но не все 10. Либо они не ловят вообще. И ситуация была даже, скажем так, забавна в том плане, что, например, в тех населённых пунктах, где транслируются уже 20 телеканалов из состава двух мультиплексов, например, в находке, люди звонят и говорят, что вторая десятка каналов ловится, СТС, ТНТР, НТВ и так далее. А первые 10 каналов почему-то не принимаются. То есть здесь необходимо понимать, что первый пакет каналов как раз вещается в режиме многопоточном, а второй мультиплекс вещается в один поток. И поэтому оборудование без поддержки вот этого формата режима, мультиплп, второй мультиплекс принимает на ура, а первый мультиплекс не ловит вообще. Сегодня говорим очень много терминов, боюсь запутать наших телезрителей. А нельзя вот как-то проще, чтобы они поняли? Ну, раз телевизорами года выпуска разобрались, да? Телевизор должен быть младше 2012 года. То, что цифра 2, DVB-T2, ну вот тоже надо запомнить. А еще и режим, да, надо усвоить. Если приходишь в магазин, еще и сказать надо режим. Вот ты сейчас записала, да, мультипиайпи, правильно? Ну, почти, пи-л-пи. Вот. Дело в том, что несмотря на то... А как все эти сложности на самом деле запомнить? Терминология, знаете, для... Термины сложные, согласен. Но у нас... Как тогда идти выбирать новый телевизор? У нас в России сложилась ситуация, когда спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Люди приходят в магазин и, не зная вот этих вот терминов, покупают то, что им предложит консультант. Или просто скажи, пожалуйста, дайте мне телевизор, чтобы, да, вот ловил новые 10 каналов. И были случаи, когда приходила, ну, например, бабушка в магазин и у продавца спрашивала, молодой человек, мне нужна приставка для цифрового телевидения. Ей продавец говорил, вот смотрите, есть приставочка на 10 каналов, стоит на 500 рублей, а есть приставочка на 20 каналов, стоит на 2000. Какую вам? Ну, конечно, бабушка ставит на 500. И бабушка выбирала, конечно, она понимала, что 10 каналов ей будет вполне достаточно, и покупала ту приставку, которая дешевле. Но на самом деле нет такого понятия приставка на 10 каналов, приставка на 20 каналов. Это все обман получается? Имелось в виду, что приставка на 10 каналов – это приставка стандарта старого DVB-T, а приставка на 20 каналов – стандарта DVB-T2. И продавец, когда ей, этой бабушке, продавал приставку на 10 каналов, он ей не объяснил своему, получается, покупателю, что приставочка 10 каналов-то будет показывать, а потом вообще ничего не будет показывать. Соответственно, вёл в заблуждение человека, покупателя. А если бы бабушка знала стандарты DVB-T, DVB-T2, то я думаю, что проблема решилась бы иначе. И она бы ушла с приставкой на 20 каналов. Знала бы бабушка. Да. Поэтому я не просто так всё-таки делаю акцент на этих терминах. Потому что очень обидно бывает, когда наши телезрители покупают оборудование, не зная вот этих вот терминов, не зная нюансов, с которыми они могут столкнуться. И в итоге вынуждены либо обменять оборудование, либо обращаться в сервисные центры. И в итоге отстаивать свои права на качественный товар. Хотя всё могло бы быть проще, если бы они при покупке знали эти нюансы и сразу купили. То есть, получается, приставка, я просто знаю, у моих знакомых тоже есть приставки, которая без цифры 2, DVB-T2, без цифры 2. Они не вообще 10 каналов, вообще цифровую не поддерживают. Они принимать цифру не смогут. Не смогут. И никакими манипуляциями, перепрошивкой, перепрограммированием, как это называют, сделать ничего нельзя. То есть аппаратно оборудование стандарта DVB-T принять поток стандарта DVB-T2 не сможет в принципе. Его можно, это оборудование, только заменить. Только заменить. Ну, в принципе, с новыми телевизорами мы разобрались, какие покупать, чтобы цифровое вещание было в вашем доме. А что же делать тогда, если твой телевизор, ну, старше 12-го года? Как тогда быть? К нему достаточно приобрести приставку. Есть два варианта. Ну, вариант там максимум, вариант минимум. Вам ничего не мешает приобрести новый телевизор взамен старого. Такая возможность есть. Но мы все понимаем, что не у всех есть финансовая возможность это сделать. Поэтому есть вариант более бюджетный. Вы можете просто к этому телевизору приобрести приставку стандарта DVB-T2, подключить ее и наслаждаться просмотром любимых телепередач. При этом сэкономив стоимость. Если стоимость нового телевизора у нас 15-20 тысяч, то приставка стоит тысячу рублей. Ну, понятно, в квартире еще не один телевизор. Если их два, их три, они старше, да, 12-го года. То, конечно, здесь получается, каждому телевизору надо покупать вот эту приставку DVB-T2. Да, хотелось бы тоже внимание обратить наших телезрителей, что каждому телевизору придется приобрести отдельно свою приставку. Многие телезрители спрашивают, а можно ли одну приставку подключить на два телевизора, три одновременно. Формально это сделать можно, потому что на приставке сзади несколько разъемов, входов, так называемых, выходов. И можно, используя разные способы подключения, разные кабели, HDMI, композитное, компонентное видео, подключить одну приставку одновременно к двум или даже трем телевизорам. Но необходимо понимать, что все эти телевизоры будут одновременно показывать только один канал, одинаковый. Потому что переключение каналов вы делаете пультом от приставки, и, соответственно, тот сигнал, который есть на приставке, она отдает на все телевизоры к ней подключенные. Ну, чтобы купить правильную, как говорится, приставку, какого производства она, чтобы, я не знаю, не нарваться на уже поделку какую-то дешевую? Смотрите, в настоящее время в магазинах, торговых сетях Приморского края и России в целом представлено довольно много производителей приставок. Есть бренды известные среди бытовой техники, есть менее известные. Я бы рекомендовал вам выбирать оборудование солидного бренда, солидного производителя. Обращайте обязательно внимание, чтобы приставка либо была произведена на территории России, либо имела представительство на территории Российской Федерации. Обязательно у этой приставки, у этого производителя должна быть коробка, на которой не просто написано, что это приставка, должен быть указан производитель, модель, должен быть указан сайт, обязательно в инструкции приставки, может быть, на самой коробке, адрес местонахождения, чтобы вы могли в случае каких-либо неполадок с ней обратиться на сайт производителя, например, скачать новую прошивку, к примеру, и перепрошить приставку для более высокой надежности, стабильности работы и так далее, чтобы вы могли обратиться в техническую поддержку, позвонив по телефону, и весьма, наверное, неудобно будет, если там будет указан телефон какого-нибудь завода в Китае. Вы ведь вряд ли будете звонить туда и на китайском языке пытаться объяснить инженеру китайскому, что у вас приставка работает не очень хорошо. А при наличии сайта на русском языке, представительства на территории России, вы всегда сможете обратиться и получить всю необходимую информацию. Поэтому добрый вам совет, чем более солидный бренд, чем более, скажем так, известный производитель, тем меньше у вас шансов получить кота в мешке, приставку, которая будет работать нестабильно, некорректно и будет, скажем так, вам причинять неудобства. Вот помимо приставки, что еще необходимо, чтобы подключиться к цифромовому мещанию? Еще необходима антенна. И скажу даже больше, львиная доля проблем, которая возникает у людей, скажем так, 90%. Из-за антенны? Да, это из-за антенны, из-за неправильного его выбора, антенны, из-за неправильного ее установки. На что нужно обратить внимание первое, при приобретении антенны, при ее выборе? Необходимо понимать, что у большинства людей, которые сейчас смотрят цифровое телевидение, либо собираются его смотреть, особенно это касается края, глубинки, сельской местности, антенны еще с советских времен остались. И здесь необходимо понимать, что антенны, которые были выпущены в советское время, они рассчитаны на прием аналогового телевидения, обычного. То есть они не будут поддерживать цифру? Не совсем. Сейчас я об этом расскажу подробнее. Так вот, эти антенны рассчитаны на прием аналогового телевидения. Аналоговое телевидение вещается в метровом диапазоне радиоволн, а наше цифровое в дециметровом. Соответственно, конструкции антенны будут различаться. Если антенны для аналогового телевидения будут иметь длинные элементы, палочки, трубочки и так далее, то антенна для цифрового телевидения дециметрового диапазона должна быть с короткими элементами, не длиннее вот примерно вот такой вот длины. То есть, проще говоря, если антенна представляет собой палочку, и на ней другие палочки, да, приделаны, скажем так. Ну, наверное, она просто называется антенна для цифрового, нет? Вообще такого понятия нет. Нету, да, цифровая антенна. Хотя многие продвинутые маркетологи в наших торговых сетях не стесняются писать на антенне, что эта антенна цифровая и принимает цифровое телевидение. Ну, на самом деле нельзя назвать это ложью, откровенной, да, но и правду тоже это назвать нельзя. Тогда объясняйте про короткие палочки, хорошо. Да, короткие палочки, мы сейчас к ним вернемся. Так вот, антенна, специальных цифровых антенн не бывает. Антенны делятся по типу диапазона радиоволн, который они принимают. Антенна для цифры должна быть дециметрового диапазона, ДМВ, так называемый диапазон. И палочки у них должны быть коротенькие. Если вы приходите в магазин и вам продавец предлагает вот такие вот усы, или скопические, ну, не стоит их брать, потому что они рассчитаны на прием аналогового телевидения. Так вот, и возникает вопрос, который вы задали, да, вполне логичный, что у владельцев антенн для аналогового телевидения не будет ловиться цифра, она будет ловиться в большинстве случаев. Но все здесь будет зависеть от условий приема. В большинстве наших населенных пунктов Приморского края, да, и России в целом, антенн, наши передатчики установлены непосредственно в семи населенных пунктах. И получается, что расстояние от конкретного дома, да, телезрителя, до самой антенны, ну, сколько, 100, 200, 300 метров. Если брать большие города, как Владивосток, ну, километр два. Вот. И при таких условиях, да, когда есть прямая видимость, когда расстояние до антенны вообще минимальное, ловиться будет на практически любую антенну. Ну, вот. И в том числе и на антенну для аналогового телевидения обычного, на те самые усы, там, и так далее. Но, когда мы понимаем, что телезритель живет в сложных условиях приема, да, в его населенном пункте нет нашего передатчика, и он должен принимать сигнал соседнего села, а до него, например, километров 20, и есть еще факторы рельефа, например, там, высокие деревья перекрывают, сопки, овраги, человек живет в низине, в яме, да, то здесь уже большое значение будет иметь конструкция антенны. Во-первых, сама конструкция антенны, а во-вторых, ее правильное расположение. То есть еще надо знать, что ты находишься далеко от передатчика тоже. Такой момент. Да, момент правильный. Какую антенну тогда выбирать? Для того, чтобы как узнать, откуда принимать сигнал, достаточно просто позвонить либо в единоинформационный центр РТРС по телефону 8 800 220 2002, звонок по России бесплатен, да, горячая линия, либо в наш местный контактный центр приморского филиала по телефону 220, прошу прощения, 260 84 41, код города Владивостока 423, не забываем набирать. И уже поинтересоваться, например, сообщить следующее. Я живу в таком-то поселке. Откуда я принимаю цифровое телевидение? Куда мне лучше направить антенну? Когда-то все понятно. У нас есть звонок в студию. Давайте примем. Здравствуйте, ваш вопрос. Алло, добрый вечер. Я просто не сначала включила. Может быть, там как-то нелепо получится. Но вот у меня у тети, она мне звонит, но поскольку я там немножко связана с телевидением, спрашивает, почему у нее перестали показывать хорошо каналы. У нее аналоговое телевидение, насколько я понимаю. Я не могла ей объяснить, но мне как-то было недосок, и вы этим хотите... То есть уже на данный момент первый канал, например, показывает очень плохо. Это вот как бы одна часть вопроса. И вторая часть вопроса. То есть я так понимаю, что если люди не перейдут технически на эту стадию развития, то у них телевизор будет показывать, ну практически не показывать. Вот эти вот там 10 мультиплексовых каналов, которые в первом пакете. Или как, я вот понять не могу. Что будет, если не перейти? Допустим, вот человек не хочет, он по-моему не будет ничего менять, ни телевизор менять, ни покупать, никакие адаптеры там, ну ничего. То есть он, ну ничего не увидит по своему телевизору. Правильно я понимаю? Понятно, да. Вопрос в том, что будет ли отключаться аналоговое телевидение и когда, да? Правильно? Спасибо за вопрос. Ответ следующий. Во-первых, мы готовимся все к отключению аналогового сигнала. И это отключение произойдет в конце 2018 года. То есть в настоящее время решением правительства Российской Федерации вещание аналогового телевидения продлено до 2018 года включительно. Раньше этого срока оно отключено не будет. Но, соответственно, в конце 2018, в начале 2019 оно должно быть отключено. И, соответственно, те люди, которые до этого периода времени не перейдут на цифру, либо не выберут альтернативного какого-то оператора, провайзера, там, кабельное телевидение, спутниковое, интерактивное, соответственно, они останутся без телевидения вообще. Поэтому задача наша, как оператора эфирного телевидения, цифрового, в течение, пока еще действует федеральная целевая программа, пока еще вещание ведется и аналоговое, и цифровое. Наша задача довести до людей информацию о том, что аналоговое телевидение будет отключено. Ему на смену приходит цифровое. Пожалуйста, если вы планируете смотреть цифровое телевидение и дальше, либо вообще смотреть эфирное телевидение, то лучше к этому переходу подготовиться заблаговременно. Евгений, второй вопрос, если можно покороче. Будет ли все-таки подключение цифрового вещания влиять на качество аналогового? На качество аналогового сигнала цифра не влияет вообще никак. Передача ведется с разных пинов, вещают разные передатчики, передающие средства. То, что там пропал первый канал на аналоговом, это не от вас зависит? То, что пропал первый канал, отношение к цифре не имеет вообще. По поводу первого канала вам лучше все-таки сориентировать вашу антенну правильнее. В настоящее время все аналоговое телевидение вещается в штатном режиме. Ясно, у нас сейчас реклама, мы приверемся, а потом сразу продолжим разговор про цифровое вещание и переход на него в прямом эфире. Субтитры создавал DimaTorzok